здравствуйте это программа коммунальный детектив с вами анастасия карева и сегодня у меня в гостях наш постоянный эксперт юрий макаренко юрий здравствуйте добрый день мы выходим из режима самоизоляции этот период многие провели дома некоторые работали например средства масса информации конечно работали для того чтобы держать в курсе событиях происходящих в нашем городе регионе и стране наших телезрителей и все же многие сидели дома и всплыли вот некоторые проблемы например испортились добрососедские отношения жалуются наши телезрители звонят нам редакцию и рассказывать что ну вот очень шумно ведут себя соседи давайте сегодня поговорим о шуме о том как мы должны себя вести в рамках закона конечно же всем хочется жить комфортно всем хочется чтобы соседи им не мешали но свою очередь конечно же многие забывают о том что они также являются жители многоквартирного дома и должны соблюдать некие там правила прежде чем перейти к самим правилам давайте покажем нашим телезрителям сюжет внимание на экран житель мурманска алексей савинцев находится на самоизоляции предприятие на котором он трудится пока закрыто но каждый день алексей теперь сопровождается звуками работающего перфоратора соседи устали сидеть без дела и увлеклись ремонтом в этом случае с шумными жителями многоэтажки удалось договориться по-хорошему но так бывает не всегда мы пришли просто к соглашению каком-то таком графике щадящим то есть конечно ничего не исчезло никуда шум то есть но нам удалось просто договориться о том что теперь это больше во второй половине дня не в первой вот потому что я так подозреваю и те у кого очень маленькие дети кому спать в обед они испытывают тоже большой дискомфорт видимо они тоже просили чтобы хотя бы до обеда шумных работ не было настоящее время ремонт в жилых помещениях не запрещен поэтому требовать от соседей полного прекращения работ нельзя нет такого закона а в режиме самоизоляции и трудовой недели любой собственник помещения или арендатор вправе делать ремонт в обычном режиме если это происходит например ночью в ночное время то тогда можно обращаться в органы внутренних дел заявлениями соответствующими о том что в ночное время шум то есть это может быть как строительный шум так и любой другой шум когда например кто-то устраивает праздники либо что-то иное происходит если речь идет о постоянном каком-то воздействии физическом я имею ввиду шумы или вибрации так далее то можно можно даже обращаться соответствующие структуры роспотребнадзор сейчас когда в мурманской области установлен масочный режим который в случае ухудшения обстановки может снова перейти в режим самоизоляции лучше лишний раз задуматься стоит ли новая отделка испорченных отношений с соседями восстановить их в будущем будет гораздо сложнее чем закончить ремонт как видим вот основная проблема это ремонты ремонты мы затеяли ремонты потому что мы сидим дома и это в принципе очевидно когда у нас ремонт в основном делают летом когда отпуск или на вагоне в каникулах или вот в режиме самоизоляции как казалось да есть время до когда есть время ремонт не избежать и и к сожалению инструмента бесшумного для полнения ремонта пока не придумана и навряд ли он такой инструмент будет если мы делаем ремонт мы должны все-таки ограничивать себя какими-то рамками да мы должен ограничивать рамками рабочий день Кстати говоря, когда вы будете делать ремонт, вы должны получить постановление главы администрации, где будет написано именно в какое время вы должны этот ремонт осуществлять. Там будет написано время, выходные и дни. А где взять это постановление? Прежде чем сделать ремонт, вы должны обратиться в администрацию города Мурманска, сделать проектную документацию, утвердить ее. Если мы говорим о перестройке квартиры. Почему перестройка? Капитальный ремонт – это не обязательно перестройка. Если вы что-то делаете, шумите, не просто полку одну прикрутите, это понятно вообще. Например, ламинат решили постелить вместо линолеума. Но это еще может быть не надо. Но если вы, например, решили поменять двери какие-то, что-то сделать с вентиляцией, к примеру, сделать отверстие в стене, сделать автономную вентиляцию у себя в квартире. Или объединить балкон, например, лоджию. Это уже капитальный ремонт. Вы должны сделать проект, согласовать его, получить разрешение и все выполнять по правилам и требованиям. Но дело в том, что во время изоляции все находятся дома. Если в обычном режиме днем на квартирные дома они полупустые, все на работе, то сейчас, конечно же, все были дома. А у нас народ рукодельный. Все взяли инструменты и решили вспомнить молодость, как говорится. Кто-то полочки прибивала, кто-то и капитальный ремонт. Здесь можно понять всех. И тех, кто делает ремонт, и тех, кто от них страдает. Давайте тогда поговорим, если человек решил делать ремонт в любой какой-то момент нашей жизни. Или это отпуск, или это самоизоляция, или это праздники. То он должен соблюдать правила. Итак, эти правила, что нельзя делать ремонт в выходные дни. Да, есть жесткие правила. Ремонтной работы нельзя осуществлять в выходные дни. И время устанавливается с 10 до 17 часов. Считается, что в это время минимальное количество жителей находится в доме. Поэтому больших проблем не доставят жильцам. Но я хочу сказать, надо всегда находить и человеческие отношения, и добрососедские. Поэтому есть смысл обойти соседей. Если у кого-то дети, например, договориться в дневное время, например, не работать, пока спит ребенок. Но в дневное время тоже есть ограничения? Нет, почему? Нет? С 10 утра и начинаешь. Либо есть работы, например, очень шумные работы. Инструментом каким-то. Вот сказать, когда вы с ребенком гуляете. Я в это время ударно поработаю. Кто-то гуляет в одно время, а кто-то в другое. Прямо с соседями договориться. Я говорю, я говорю, о соседских отношениях. Просто обойти и выстроить нормальные отношения. В принципе, я даже считаю, что если ты сделал ремонт в квартире, есть смысл какое-то небольшое благоустройство сделать. Например, на леченые клетки своей что-то там покрасить. Всегда остается краска, материал. Взял, покрасил. Соседям приятно. И они уже вроде бы не имеют такой большой изжоги на тему твоего ремонта. С ним благодаря интернету мы знаем вообще, как многие люди живут. И вот часто выкладываются фотографии, когда дорогие соседи, извините за мой ремонт, обращайтесь шоколадками. Да, да, да. Очень правильно, очень красиво. И шанс не обременительный для того, кто ремонт делает. И выстроить отношения можно очень просто. От шоколада еще никто никуда не отказывается. Юрий, ну не только ремонтные работы, конечно, беспокоят мурманчан. А что относится к шуму? Ты понимаешь, что это песни, ругань, прослушивание музыки громко. Все, что вам мешает, это шум. Но здесь я хочу сказать, что это такое двухстороннее движение. Потому что кто-то, например, играет на гитаре, стоит для вас шумовые помехи. Но вы тоже должны понимать, что ваше жилье, в котором вы живете, оно должно соответствовать неким требованиям по шумоизоляции. Если у вас, например, сквозные розетки с соседней квартирой... То будет слышно даже разговор. Да, будет слышно даже разговор, и не только. И вряд ли мы заставим соседей передвигаться просто как мычки, тихонечко и молчать все в квартире. Именно так, совершенно правильно говорите. Поэтому те, кто делают сейчас ремонты, они должны в первую очередь подумать не о том, какие у них будут занавески или обои, о том, как свою квартиру сделать защищенной от шума. Как от любого вида. Там их два на самом деле вида шума. А что за два вида шума? Ну, есть шумы, которые по воздуху. Ну, например, вот гитара, правильно вы сказали. И ударные шумы, когда работают инструментом. То есть там и другие частоты, и вибрация добавляется, и так далее. Есть нормы, установленные, разумеется, для помещений. Но, к сожалению, эти нормы, они необязательные, скажем так. И вот я специально перед программой посмотрел объявление о продаже жилья, и в том числе новостройки, в том числе элитные, московские. И даже позвонил. И нигде мне продавцы не дали информации, о какие же показатели по шумоизоляции помещений. То есть у нас, к сожалению, в России все принято вот так. Тихая квартира, теплая квартира, знаете, там. Но каких-то конкретных цифр нигде ни у кого нет. Хотя, покупая холодильник, сейчас мы смотрим, а какой же он там по энергосбережению там. Три там звездочки, или две звездочки, или четыре звездочки, или телевизор, то же самое. А покупая такой объект, как квартира или дом, объект действительно энергоемкий и шумоопасный, мы этим не озадачиваемся, мы об этом не думаем. И поэтому, просто, знаете, говорят, дом тихий, кирпичный. Все, это все, что про него можно сказать. Или у нас тихо, хорошие соседи. Вот вся история. Хотя есть очень четкие показатели. И 16-го года, по-моему, свод правил 16-го года. Да, вот свод правил конструкции ограждающих жилых и общественных зданий. Он 16-го года. И там прописаны, каким требованиям должны соответствовать те материалы, которые используются при строительстве жилых домов, в частности. Вот серьезный очень вопрос в обществе обсуждался. Это те магазины или пятейные заведения, которые были в жилых домах, и которые мешали жителям. А, это тоже шум? Конечно, конечно. Это, конечно же, шум. Уже введен новый закон. Пятейные заведения эти закрываются. И жители могут вдохнуть спокойно, но ненадолго. Почему? Да, ну потому что вместо этих пятейных заведений откроются другие заведения, которые могут быть еще более шумными. Ну, представьте, что у вас было пятейное заведение, а сейчас будет грунтинг-салон. Туда будут водить собак с утра до поздней вечера. Они там будут лаять, оттуда будет запах. То есть что, нужно было сидеть тихо и терпеть эти пятейные заведения? Нет, почему? Эти бычки, выкинутые возле... Или, например, кстати говоря... Например, кстати говоря... А бычки, кстати говоря, валяются не там, где курят, а там, где за это не наказывают. Понимаете? И поэтому я иногда подхожу к салонам красоты, и там страшно вокруг. Просто все забросано. А иногда подхожу к пятейным заведениям, и около них чисто. То есть все зависит от хозяина, в первую очередь. Или, например, откроется вместо этого, ну, например, вот, кстати говоря, ратуют детские комнаты. Вы знаете, из моей молодости, она прошла 80-х, 90-х. Самое страшное, если у вас в доме была детская комната. Такие были. Потому что там собирались такие дети, которые организовывались в такие группы. Они поджигали почтовые ящики, курили в подъезде, кричали, прыгали, скакали, потому что это дети. И вот сейчас, например, вместо какого-то там пятейного заведения может организоваться вот такой вот детский клуб, к примеру. И жители спрашивают, как хорошо, когда была пивнушка? Ну, может быть, не скажут, что хорошо, как была пивнушка, но скажут, ничего в лучшую сторону не изменилось. А почему? Потому что к таким заведениям не предъявляются требования на законном уровне, на законном, по шумоизоляции. Всего-навсего. Но они не будут работать до 11, до 12 ночи? Они принципиально. Это не самое главное. Что, до 12 вы готовы терпеть до 11? Они будут до 5. Целые день выходные. Ну, не факт, что они будут до 5. Такие требования не предъявляются. Они могут предъявляться. Если вы решили организовать в помещении какое-то заведение, например, детский клуб, то вам необходимо сделать проект. В этом проекте должен быть, ну, с моей точки зрения, раздел. Это шумоизоляция этого помещения, где будут учтены все показатели, все воздействия этого заведения. Ну, там дети прыгают, там что-то кидают, компьютер работает, телевизор работает. Все это создает определенный шум, который суммируется. И помещение должно иметь шумоизоляцию такую, чтобы соседям это было не слышно. Всего-навсего. Я приведу вам пример. Недавно я покупал дверь. Мне была нужна входная дверь в квартиру. Я искал дверь, которая отсекает шумы от подъезда. Я нашел дверь, где было написано тихая, очень тихая, супертихая. Вот такие были показатели. А в доме, где я живу, у меня остаются финские двери. И там, когда дверь открываешь, там написано 23 дБ. То есть это четкий показатель, сколько эта дверь снимает шумовой нагрузки из помещения. А жил в гостинице аэропорт Осло, Кардамоэн. И там такая дверь была тяжелая. Мне стало было очень интересно, и времени было много. Я стал эту дверь осматривать, и оказалось, что эта дверь снимает 82 дБ. 82 дБ. Что это значит? За дверью мог работать снегоход. И я в номере ничего бы не слышал. Поэтому чемоданы, самолеты, смены экипажей днем и ночью, они не тревожат. Понимаете? Четкий показатель. Они просто тихо-супертихо. И я просто уверен, что мы придем к тому, что требования по шуму будут оцифрованы и будут предъявляться. Кстати говоря, вот этот новый слот правил 16-го года, он, кстати говоря, вот так и написано. При сдаче в эксплуатацию жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, это новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, следует проводить в соответствии с ГОСТом выборочное измерение звукоизоляции ограждающей конструкции. Что это значит? Вот вы сделали ремонт, вам должны ваше помещение проверить, соответствует оно или нет, и принять его в эксплуатацию, либо продолжить какие-то работы на приведение в порядок. Вот это очень важно. Тогда не важно, что у вас будет. Пивное заведение, детский клуб или груминг-салон. Будет непринципиально. Или просто вы житель, у которого несколько детей, или кто любит послушать громко музыку. Именно так. Вот дети будут кататься на самокате в квартире, вы ничего не сможете им сказать. Хотя у вас будет, сами понимаете, некомфортная домашняя среда. У соседей? Нет, они будут кататься, а вы-то будете это слушать, как дети растут, и будете отчитывать, когда он в армию идет. Через 14 лет. Вот, типа вот этого. Юрий, мы провели небольшой опрос и узнали, какие добрососедские отношения или не очень добрососедские у наших телезрителей. И, в принципе, попросили их пожаловаться, написать, что их волнует. Давайте посмотрим, что показали результаты нашего опроса. Большинство, 55% ответили, да, у нас добрососедские отношения, никаких проблем с соседями нет. Мы, конечно, за них рады. Часть соседей даже не знает. Не знает, значит, уже не беспокоят. Если бы беспокоили, уже бы познакомились. И вот устали звонить в полицию 113 человек. Это 16% отопрошенных. И 11% отопрошенных признали, что они сами шумят. Ну, и, соответственно, поэтому требований каких-то к соседям не предъявляют. И так, что беспокоят. Вот тут не шум, а сосед курит в окно. У меня все занавески и комната прокурены. Сами не курим. Что делать? Другие наши подписчики советуют подружиться с соседом и попросить, чтобы не курил в окно. Но не всегда просьбы есть. Да, лучше всего, конечно, подружиться. В любом случае. Потому что разбирательство, судебный и так далее, это длинная история, которую изматывает еще и нет. Если не получается, куда жаловаться? Ну, есть распотребнадзор, есть полиция. Надо вызывать специалистов, замерять уровень шума. Так тут про курение. А про курение, ну, здесь очень сложно. Потому что на самом деле... Человек-то курит у себя. Ну, он имеет право курить. И то, что он курит в форточку, ну, что делать? Вот как это зафиксировать? То, что к вам попадает этот дым. Выпустить квадрокоптер, который будет снялась. Ну, да, конечно. Я думаю, намного проще сделать автономную вентиляцию в квартире. Поставить. Нет, приборная стена. Тогда не надо будет открывать окна. Вообще. Все будет через фильтр. И не только сосед. Ну, вот вы за глобальные действия. И домашнюю, и вентиляцию. Нет, почему, почему? И вентиляция в квартирах. Не все же могут себе позволить. Ну, установка стоит порядка 20 тысяч рублей. Такая. И вы решите очень много проблем, в том числе проблем со своим здоровьем. Потому что люди болеют в основном, потому что у них в квартирах нет вентиляции. И скандалов с соседями не будет. И скандала будет меньше. Да, лучше вот уйти в такую автономку. Никуда от этого не деться. Есть еще одна проблема. Под нами бабушка с психическим расстройством. Покой нет ни днем, ни ночью. Стучит по стенам, ореут матом в любое время. Полиция уже даже не реагирует на звонки. То есть, я так понимаю, что люди вызывали, вызывали и вызывали. Вы знаете, это проблема, с которой очень сложно что-то сделать. И на квартирных домах таких проблем очень много будет. Ну, вот в 5 утра поют крейсер «Аврора», например. Ну, вызывайте полицию. Они придут, фиксируют административное правонарушение. Сценарий, в принципе, везде одинаковый. И на квартирных домах, тема отличается, что вы сталкиваетесь именно вот с такими сложностями. Хотя, хочу сказать, вот в новостройках сейчас управляющие компании, которые обслуживают этот дом, предъявляют свои требования изначально к жильцам, которые покупают квартиры. Ну, например, чтобы завести собаку, надо провести опрос у соседей и получить согласование. Только при этом, это в некоторых регионах так, можно завести собаку. Если говорить, можно на опыт других стран? Давайте. Вы знаете, там, чтобы купить квартиру, соответственно, продать, необходимо получить согласование жильцов этого дома, там, кондоминиума или как угодно, квартирного. И человек, который покупает квартиру, он приносит некие характеристики, заверяет соседей, что он будет дробопорядочным, что он не будет задавать проблем, что у него, например, не будет собаки, либо будет собака в холке не более, там, 20 сантиметров, и все такое прочее. То есть человек выбирает уже тот дом, который он сможет себе позволить. Если у тебя есть собака, или ты будешь играть на гитаре, ты не везде даже квартиру сможешь купить. Это европейский опыт. Мы тоже к нему придем. Хотелось бы побыстрее. Интересно, я что думала, но мне кажется, что прежде, чем прийти к такому опыту, у нас действительно должны появиться хорошие, красивые дома, новостройки, и город должен преобразиться. Да нет, конечно же, в идеале, но он никогда не преобразится, пока не будут определенные законы, которые будут регулировать отношения. Вот я живу в Крущевке, пятиэтажный дом, я покупала квартиру, делала там ремонт, заселяла сюда, заводила собаку. И в моем подъезде жители курят на этажах, хотя, несмотря на это, у меня, в принципе, довольно чистый подъезд, и добрые соседи. Но есть соседи, которые шумят. И вот заезжая в такой подъезд, где уже все сложилось, свои правила, соседи встречаются, гуляют, пивают так пиво, и курят в подъезде, и я туда заселяюсь, а у меня свод правил, что я не имею права вот это, вот это, вот это. Наверное, так нечестно. Наверное, все должны. В вашем подъезде, в вашем доме, будет свод правил следующий. Можно с собаками, можно курить, можно шуметь. И вы говорите, это мой вариант. Я как раз у меня с собакой, ну там, допустим, курю и гуляю плотно, это мой дом. Вот. А кто-то переезжает в другой дом, и там написано, не курить, животных заводить нельзя. Это, это правило этого многоквартирного дома. И вы говорите, это не мой дом. Он мне нравится, рядом там стадион, но вот, нельзя с собакой, нельзя курить. Не мой. Уходите в другой район. Ну это вот, такая действительно сито, которая отсеивает людей, которые готовы жить по определенным правилам. Понимаете? По определенным. И я считаю, это нормально. Возможно, будет только один такой дом, где все курят, с собаками гуляют. Вот. И там все соберутся, эти люди. Я бы сам там поселился. Я хотела сказать, мы там с вами встретимся. Только потому, что на собаке. Давайте пойдем дальше, что пишут наши телезрители. Я сам сосед шумный, но если мне после законного времени сказали, что хотят спать, тогда выключаю без споров. Да, вообще. То есть человек готов идти на отдел лука. Кто-то просто советует, будьте терпеливым. У меня, наверное, была история, значит, сосед вешал там полки или что-то такое, уже было поздно. И к нему там один пришел сосед, второй он там не реагирует, короче говоря. Ну, пришла моя очередь идти разбираться. Я поступил по-другому. Я взял инструмент и поднялся к нему. Говорю, давай я тебе помогу. Он говорит, зачем? Мы просто быстрее закончим и все будут спать. Вот тут ему дошло. В общем, он такой, слушайте, извините, пожалуйста. Прекратил все работы и все разошлись. Вот таким способом. А я действительно хотел помочь. Думаю, ну, может, помогу быстро и без конфликта все уляжемся. Хороший опыт. Ирина напишет, раньше со своим молодым соседом снизу ругались из-за музыки и шумной кампании по ночам. Вызывала полицию. Сейчас пришли к взаимопониманию. Переходят границы, стучу ему, утихает без взаимных обид. Видите, как здорово. То есть, если не мешает он соседке, то он совершенно плохо. Ну, с молодым соседом всегда проще договориться. У него, наверное, там нет каких-то своих таких задач жестких, поэтому он там более лоялен. Прекрасные соседи, прекрасный весь подъезд. Тишина, покой, чистота и порядок, пишет нам Мария. И Валентина тоже пишет, что мне очень повезло с соседями. Они для меня все и помощи, дружеские отношения, советчики, помощники. Да вообще, они для меня, как мои дети. И причем я хочу вам сказать, что тоже я смотрел по рынку недвижимости. У нас в Мурманске на 10-20% есть квартиры дешевле по стоимости из-за соседей. Из-за соседей, понимаете? То есть, вот приходят... Некоторые квартиры из-за соседей просто не продать. Так даже и так. Приходят, а у соседей собаки. Мы о них много говорим. И закон не регламентирует количество собак. 20, понимаете? Да. Закон говорит, что там должны у них условия быть достойные. А там 20 борзых. Вот они как раз любят в стае жить. Да, соседям не позовидаешь. Или хаски. 20. Соседям не позовидаешь, и что это безвыходная ситуация. Да, это безвыходная ситуация. Это безвыходная ситуация. Причем новый закон опять не дает выход из этой ситуации. Такое ощущение, что вот законодатели забыли об этом. А что людям делать? Может быть, должно быть тогда массовое обращение в Государственную Думу? Да, обращения достаточно. К президенту, в прокуратуру. Обращения достаточно. Возможно, упустили, возможно, какое-то другое есть мнение. Я ни в коем случае не сомневаюсь, что и депутаты, и законотворцы это очень грамотные, профессиональные, компетентные люди. но закон вещь сложная, поэтому что-то, возможно, упускают. Не могу. Давайте подведем итог нашей программы. Первое, что мы сегодня обсудили, это в принципе, что залог нашей спокойной жизни это добрососедские отношения. Добрососедские отношения. То есть нужно уважать своих соседей, и каждый, если будет уважать своих соседей, то в принципе у нас таких проблем не будет. Ну и как вы сказали, самый короткий путь к пути это шоколадка. А также есть закон о тишине, который нужно, возможно, каждому, кто любит послушать ночами или вечерами музыку, собираться с шумными компаниями или делать ремонт выходные, нужно сначала посмотреть закон о тишине и понять, что в субботу, воскресенье никаких ремонтных работ не ведем, погрузочных работ также не ведем, и музыку не слушаем до позднего вечера. Исключение Новый год. Исключение Новый год святой. Да, причем Новый год прописан в законе о тишине. Да, кстати говоря, там даже петарды указаны, во сколько, до скольки можно запускать салюты петарды на улице, что же очень важно. И еще одна тема, которую мы с вами обсудили, это наливайки, которые находятся в многоквартирных домах на первых этажах. Я еще их замечаю. Я еще их замечаю. Вот мы снимали, пока еще есть. Ну, они, во-первых, закрыты сейчас в связи с ситуацией. Так, вот. И я так думаю, уже, наверное, не откроется, закон подписан 5-го числа, 5-го мая. Вот. Думаю, они уже не откроются. Кстати говоря, вот эти, там странная логика, нельзя заведение менее 20 метров. То есть, считается, что более 20 метров они менее шумные, или там публика более приличная. Я вот не понял вот этой логики, если честно. Мне казалось, наоборот, чем меньше заведение, тем меньше от него шума. Ну, потому что пришли, ушли, то есть там не будет. Да, это же формат такой, он всегда был. Много людей, которые будут сидеть. Там проблема в другом, в том, что в наливайках дешевое спиртное. Поэтому там люди приходят соответствующие. Вот. И то, что закрыли наливайки, это не значит, что люди перестанут пить. Просто вот эти вот, этот контингент, он переберется в подъезды в этих домах. Или там еще куда-то. Так нет, может быть, эти заведения просто откроют не в жилых домах, и все, и они просто не будут мешать. У нас все здания жилые. Пройдите по городу. У нас нет ни жилых зданий. Это же город. Но есть, но немного, это в основном магазины. Ну, какие? Какие-то отдельно стоящие? Ну, какие нет. Это торговые центры и жилые дома. На первых этажах магазины. Все. У нас нет для них места. Вот. Это будет бытовое, как всегда, как раньше, точнее. Вот. Поэтому здесь я не понимаю, какой смысл. Вот еще, ну, не знаю, будет ли его снимать еще. В те годы, в советские, кстати говоря, шумоизоляции значение придавали. Потому что, например, магазины и рестораны, которые были в жилых домах, вот напротив даже, там делались двойные перекрытия, чтобы жителям этого дома никто не мешал. Были даже квартиры, они сейчас есть в Мурманске, где двойные стены. Представляете? Двойные стены с целью шумоизоляции, чтобы не мешать соседям. Сейчас как-то об этом вот забыли. Возможно, стоит вспомнить хорошую практику, которая у нас была, потому что, как видим, есть практика не только у наших заграничных соседей, но и у нас. Ну да, да. В нашей истории. Была, во всяком случае. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. Ждем вас ровно через неделю. Спасибо большое. Это была программа «Коммунальный детектив». Оставайтесь на «Артик-ТВ». До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова